Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. 12 апреля я пошла сеять томаты прямым посевом в грунт. Сейчас все покажу и расскажу вам. Конечно, самым распространенным способом все-таки, способом выращивания является традиционный посев семян в домашних условиях, потом выращивание рассады на окне или стеллаже в комфортных условиях нашего дома. Но есть еще один очень хороший способ. Я в прошлом году сеяла, показывала вам. Это прямой посев семян в грунт. И хотя он не так распространен, как первый, но многие с успехом его применяют в выращивании томатов. Особенно это пригодится тем, кто опоздал с посевом. И вот, например, если вы до сегодняшнего числа не посеяли, то посеять уже лучше в грунт, а не дома. Тут все-таки и солнце, и тут условия более подходящие, чем домашние. Сразу скажу, что прямой посев в грунт можно провести сразу на грядку, где томаты будут расти постоянно. Но можно посадить и сначала в холодной теплице, а потом высадить в открытый грунт. Сразу на грядку я ни разу не садила, потому что тут зависит от удачи, от случая. А вдруг там, например, плохо взойдет, тут все-таки надежнее. Я сначала сею в холодную теплицу, потом уже рассаду высажу на постоянное место. И тут можно отбраковать слабые растения, выбрать самые сильные, самые крепкие. Сам посев очень прост, он не сложнее посева редиски или посева капусты в необогреваемую теплицу. Вот я показывала и в прошлом, и в позапрошлом году, когда мы делаем редки и просто бросаем семена и закапываем все. Но самое главное, что должны знать начинающие огородники, которые планируют такие посевы, хотят, например, впервые посеять, это то, что успех напрямую зависит от выбора сорта. Не все сорта томатов подойдут для таких экстремальных посевов, да еще в столь поздние сроки. Ведь вот сейчас уже закончилась первая декада апреля. Большинство томатов с длительным периодом вегетации, если мы посеем сейчас, они уже не успеют полностью вызреть. Мы ведь высеваем их на рассаду еще в марте, должны были посеять. А прямой посев томатов в грунт можно начать вот только или в конце марта, или в начале апреля. Потому что до этого срока у большинства из нас нет доступа в теплице из-за сугробов. Вы сами видели, как я пробивалась в теплицу, какие у нас были сугробы. И на грядку в огороде посев производится в средине или в конце апреля, когда более-менее подходящие условия. В теплице можно посеять чуть раньше, тут же раньше тепло оттаивает. Вот я практикую только в теплице. И то я делаю такой посев очень редко, потому что я люблю, чтобы поспела пораньше. А этот посев, он вы успеете посеять, успеете собрать урожай. Но если вы берете сорта не очень скороспелые, то вызреют томаты не все. Я сразу говорю вам. Вот, исходя из того, что не все вызреют, высокорослые нет, вот специалисты все-таки нам рекомендуют выбирать для посева в грунт сорта низкорослые или среднерослые. А идеально для этого подходят скороспелки, ультраскороспелки с коротким сроком созревания. Я сейчас все буду делать, покажу, какие буду сеять, как и все шаг за шагом, вы посмотрите. Конечно, для таких томатов я не буду место занимать вот в той теплице, которая с обогревом. Я взяла теплицу самую-самую такую захудалую. Вот эта теплица Франкенштейн у меня, которая собрана из сломанной теплицы. Тут я вот не заметила, даже за зиму зависнули ураганом поликарбонат с двери сорвала. Это не важно. Главное, что здесь все равно теплее, чем на улице. Я вот в прошлом году здесь где успела сидират посеять, где-то вот здесь вообще, наверное, не посеяла. Сейчас выберу в уголке самое чистое место и приступлю к работе. Я, как и советуют специалисты, всегда сею только низкорослые сорта, потому что индетерминатные у нас в сибирском регионе при таком посеве не все возревают, я уже говорила. В более теплых районах, возможно, можно сеять любые сорта, но я сейчас говорю про наш сибирский регион. Я всегда сеяла, предпочитала так же, как в тоннеле, сеять только вот такие толстоногие. Я уже испытала, что так растут очень хорошо. И демидов, и настенька, алтайский сюрприз, жаростойки, ринет, полюс, метелица, роза ветров, гном, буян, аляска, подкидыш. Туда же в прошлом году клуша, спиридон, москвич выращивала. Сибирская тройка, петруша, огородник. Все они прекрасно вот таким способом посева выращиваются. Но в этом году я решила взять те сорта, которые прям предназначены для безрассадного посева. Видите, написано скороспелый, безрассадный. То есть это специально для выращивания безрассады при прямом посеве в грунт. Так как здесь земля была уже у меня в прошлом году перекопана, я даже не перекапываю. Так как у меня всего 4 сорта, я взяла их на пробу. Я сейчас просто взрыхлю вот этой своей ковырялкой. Ой, надо. Разобью комочки. И сею я точно так же. Так, сейчас мы быстро все это сделаем. Я говорю, что здесь ничего какого-то особенного, никакой технологии особой нет. Сейчас, чтобы время не терять, я сначала подготовлю бороздки, проливаю их, а потом вам все это расскажу. Вот этот маленький участок, я сейчас с вами словами скажу. Вы видели, что я для того, чтобы посеять, я вот этой разрыхлила грунт. Вот какой участок мне нужен по 4 сорта. Ну, глубина там 8-10 сантиметров. У меня земля рыхлая. Грунт выровняла или помидорным колышком, или прям рукой делаю вот такие вот бороздки. Я вот прям рукой вот так бороздки сделала. Потом глубина примерно 2-3 сантиметра. И проливаю водой. Вот эти я уже пролила, я сейчас вам покажу. Я проливаю, принесла бутылку, здесь воды еще нет. Прям проливаю до жидкого состояния. Жду, когда оно впитается. Все. И в смоченные бороздки раскладываю семена. Вот я ренет уже разложила, потому что он у меня тут рассыпухой. Вот это будет ренет. Я потом вставлю колышки и подпишу. А эти томаты, я не знаю, если они сейчас быстро у меня возьмутся. Магазинные. Еще хочу сказать, что у меня когда свои семена, то норму посева я немного превышаю. Кладу чуть больше, чем в лотках. Потому что при вот таком посеве, все-таки всхожесть может быть чуть-чуть пониже. Вот. Вот магазинные красные семянки. Тоже так же рассыпаю. Просто. Если семян у вас мало, можно разложить по одному семечку. Так же, как мы в лотки. Все. Сейчас я прикрою семена, уплотню, полью. Что самое главное? Томаты, выращенные таким способом, они отличаются выносливостью. Ведь они с самых первых дней сразу адаптируются и к ярким солнечным лучам, и к периоду похолодания. Из-за того, что семянцы находятся постоянно на солнце, рассада никогда не вытягивается. Она получается прям коренастой, с ярко-зелеными листьями. У нее хорошо развита корневая система. Не нужно ее подкармливать никакой ни янтарной кислотой, ни опрыскивать ничем. Она сама естественным путем очень хорошая. Такие растения хорошо переносят пересадку. Ведь они изначально уже выращивались. В этих же суровых условиях их просто с места на место перенесете, и все. Вот так вот я сейчас сделаю. Потом я уплотняю. Но я лейку сразу не принесла. Я просто покажу вам. Потом я вот такой пленкой закрываю просто кусок старой грязной пленки и оставляю. Неделю я могу смело сюда не заходить, потому что они пока набухнут, пока проклюнутся. Пленку закрываю обязательно, потому что в теплице верхний слой грунта просохнет моментально, чтобы он не высох на солнце. Вот здесь перед тем, как укрыть, я обязательно поливаю, чтобы она была влажная. В зависимости от региона, в котором вы живете, от погоды на момент посева. Вот сейчас у меня жарко. У меня всходы могут появиться через 5 дней. Но если у вас холодно, могут появиться через 10 дней. Но, как я говорю, что первые 5-6 дней я даже не проверяю. За это время семена только там, пока разбухнут. Я же сею сухими. Потом, как только появятся первые петельки, полиэтиленовую пленку необходимо убрать, иначе растения сварятся. Можно оставить на посевах нетканное полотно. Оно и тепло сохраняет. И вроде как, ну, вдруг на время заморозков ночных. В прошлом году я сеяла 3 апреля. Под этим видео я ссылки на старые видео размещу. Посмотрите, какая выросла рассада, как она там у меня получилась. Сроки могут меняться. Могут меняться не только в зависимости от региона. А вот, например, в прошлом году посеяла 3 апреля. В этом году в это время не могла посеять. У нас был снег. У нас был минус 4, минус 5 ночью. Смысла не было высевать так рано, потому что они все равно лежали бы и ждали, когда будет тепло. Но для тех, кто ни разу не выращивал грунтовую рассаду томатов, хочет это сделать, я хочу сказать, что если вы хотите попробовать, ну посейте где-то в уголке теплицы два рядочка, два сорта. Если вам понравится, потом на следующий год увеличите. Я всегда для начинающих говорю, пробуйте с малого количества. Много не высевайте. Я вот посеяла, просто посмотреть вот эти сорта, действительно ли они так хороши для грунтового, для безрассадного выращивания. Потому что я обычно до этого сеяла просто сорта обычные. Первый раз буду сеять те, которые предназначены именно для этого. Ну все, до свидания. Ничего сложного в этом нет. Дерзайте, пробуйте, сеете. Для тех, кто опоздал, идеальный вариант. Если вы опоздали, если вы не успели, подберите соответствующие сорта, посейте сразу в грунт. И эта рассада, может быть, даже догонит ту, которая мучается сейчас у нас на окнах, которая тоненькая, которая слабенькая, на улице всегда рассада получается крепче и здоровее. Все. Вот я закончила свой посев. Конечно, снимать и показывать все это очень неудобно, но я вот засыпала, уплотнила здесь, сделала поглубже, чтобы мне было, как это сказать, экономный расход воды и полила я только дорожки. Если бы была вода в огороде летней и уже работала, я бы полила все, полила дорожки. И по этим дорожкам мне будет потом легче ожидать, смотреть, где они должны высунуться, петельки искать. Все. Сейчас закрываю пленкой. Пленку обязательно прикрою чем-то тяжелым, чтобы ее не сдуло. И они здесь будут как пропариваться под пленкой. Вы знаете, что под полиэтиленом всегда намного теплее. Даже ночью здесь будет немножко теплее, чем на улице. Все. Будем ждать. Сегодня 12 апреля. Я посеяла сухие семена томатов в грунт.